всем здравствуйте девчата всем привет всем привет из последнего зимнего дня сегодня у вверх вот к нам подключаются девчонки и так значит мы сегодня проведем мастер-класс с новыми материалами которые вышли у компании эми новые гель-лаки новые декорации новые пластины для стемпинга я думаю что пусть даже небольшое количество времени которое нам отмерено мы как бы поговорим да и я вам предложу какие-нибудь варианты готовые решения из декорации гель-лаков которые появились у нас в работе скажем так значит ну начнем мы добрый день добрый день девчонки привет у нас уже прям 8 человек это уже прям что-то мы немножечко с маленькая задержка начали ничего страшного сейчас наверстаем упущенное так разрешите вам представить у компании эми вышли новые гель-лаки они входят в набор bird of passage перелетная птичка как нам рассказали наши девчонки с маркетинга да сейчас мы так это как красивая коробочка такая белая с зеленым так классно смотрится еще такая вот прям выпуклые такие штучки дрючки сейчас мы прочитаем про эту коллекцию и потихонечку откроем и посмотрим на все эти цвета которые предоставлены и так набор гель-лаков перелетная птичка это восемь летних оттенков секундочку так вот я шпаргалочка себя открою такую красивую так значит восемь летних оттенков насыщенных эмоциями духом свободы самовыражения независимо от сезона коллекция найдется оттенок способны поднять настроение порадовать своей яркостью и неповторимостью но так как все таки у нас завтра начинается весна они за горами или это не хочется торопить события на самом деле так все быстротечно в этом мире только вроде бы новогодние дизайны делали а уже у нас завтра первый день весны 1 марта вот в ростове снега нет дождя нет слава богу светит солнышко но так не очень скажем так и не тепло и не холодно но и тем не менее жизнь продолжается течет и бежит дальше так значит в комплект ложек значит в комплект и наклой на ложки с индикаторами цвета в составе набора так ну естественно продается в наборе до по 9 и по 6 миллилитров так оригинальная брендированная упаковка обеспечивает безопасное хранение гель-лаков и так далее ну это все так красиво написано на самом деле такая красивая рекламка у нас была кто-то наверное видел да эти такие красивые штучки дрючки с цветочком так ну и туда входит набор всякие такие вот стикеры красивые штучки приклеивать так декорировать так 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 что нам еще пишут перелетная птичка ощущение свободы и спокойствия видите вот шесть оттенков которые входят в набор новый набор гель-лаков на самом деле как бы вы мне можете сейчас кто-нибудь обязательно скажет это же как тут пить дать что типовое одно по одному одно и то же и так далее все это когда-то было девчаткой так 7 цветов радуги она все равно где-то повторяется где-то еще и еще раз повторяется ну что хочу сказать что хочу сказать по поводу этого набора екатерина николаевна уже конечно же проводила прямые эфиры с этим набором сейчас я пока типсики в сторону уберу значит что хочу сказать я выкрашивала так вот такие наклеечки стикерки подарочек выкрашивала эти оттенки на проза как всегда на прозрачные типсы и хочу вам показать что как раз таки цвета очень плотные 468 номер это типс и прозрачные и здесь цвет нанесен девчат в один слой в один слой чтобы было понятно что они очень плотные здесь есть полупрозрачный цвет с большим количеством блесточек шиммером так 468 469 до персиковый оттенок будет модно персиковые оттенки в новом сезоне так 470 71 вот он такой прозрачность блестками красиво добавлять на любые цвета так и так 72 вот такой красивый зеленый 73 плотный голубой 74 сиреневый и вот такой красивый такой травяной цвет зелененький видно и так здесь вот 6 твой простите 8 оттенков новых гель-лаков все это на прозрачных типсах девчат в один слой очень плотный цвет мы покрыты естественно глянцевым топом под матовым тоже красиво смотрится но не знаю мне больше нравится под глянцем поэтому я и делаю под глянцем здравствуйте здравствуйте девчат всем привет вот давно не виделись прошлой на прошлой неделе там у нас был выходной вот поэтому как бы встречаемся сегодня и говорим про новый набор гель-лаков который вышел у компании эми и так 8 оттенков 468 номера по 475 красивые плотные оттенки которые ложатся даже плотно в один слой так и мы как раз таки вот их и все и задействуем что хочу сказать по поводу этих всех цветов которые представлены в коллекции если вы никогда не делали градиент начинайте делаете потому что в разных пропорциях в разных видах разных сочетаниях все цвета сочетаются классно я вчера вот сидела делала и там розовый желтый и розовый желтый голубой и желтый зеленый голубой и сиреневый туда добавляла и все что угодно и все красиво смотрится и причем без всяких знаете проблем то есть градиент делать одно удовольствие потому что буквально один взмах кисточки и градиент получается очень красиво мы говорим с вами продолжаем всегда говорить о том что дизайна на всех пальцах особо сейчас не делают но на одном пальчике всегда можно и поэтому как бы максимальное количество цветов мы можем с вами сегодня задействовать и сделать из них значит градиент здравствуйте здравствуйте тут все здорово это танюшка демидюк появилась привет танюшечка рада тебе в принципе всем рады конечно же так значит получается очень легкий вариант градиента какие бы цвета вы не сочетали мы сейчас это в принципе хотя бы пару вариантов но сделаем и три цвета задействуем и два цвета задействуем если длина ногтей позволит можно четыре цвета задействовать на самом деле очень легко сочетается очень легкий переход получается практически без всяких проблем так это что касается гель-лаков теперь поговорим про декорации которые вышли да ну во первых хочу отметить на лкруз до 5d на лкруз 5d изысканность объемные картинки объемный да но мы же все умеем прикреплять слайдеры объемные которые вот значит можно и какую-то часть вырезать можно и каждый в отдельности значит объемные картинки да то есть закрываете убираете излишки топа с поверхности и получается объемная картинка на поверхности то есть такой знаете прикольно даже белый белый делала пробовала белое на белом это прикольно смотрится знаете так и выпуклые именно как будто из гипса такие цветочки красиво смотрятся так ну что поехали я не помню сейчас какой цвет по номерам 124 120 вот этот цвет ой простите вот этот mail dress значит ну слайдеры да как всегда выходит сезона не очень большом количестве все очень сдержанное и количество и качество ой качество обалденно имеется ввиду сдержанно с рисунками все такое значит на разные вкусы цвет товарищей нет если честно я вот в эту прям картинки в эти влюбилась мне очень понравилось работать с ними если честно я сегодня сделал акцент именно на этом слайдере здесь вот птички цветочки иероглифы видите прикольно как смотрится очень здорово и фольгу можно добавить хотя и сами картинки уже фольгированные поэтому можно немножечко добавить значит называется это дело восток номер 124 и сегодня мы сделаем конечно на нем акцент потому что ну классные цветочки кувшинки и птички и здорово смотрится вообще-то по весеннему летнему так дальше значит 125 любящие сердца в разных опять же полосками можно в длину в ширину квадратами и так далее то есть как бы очень классно прикреплять даже просто на белый фон я уже не говорю о градиенте здорово смотрится прозрачная вообще как бы фон прозрачная сердечки разноцветные получается очень здорово так это у нас получается любящие сердца номер 125 так что дальше сто двадцать седьмой индивидуальность это познаете по мотивам отпечатка пальца отпечатка пальца мы раньше кстати делали такие дизайны значит отпечатывали белой импастой палец тоже в разном цвете в разном виде как бы очень тоже много вариантов делали она сейчас вот видите прям готовая тема то есть отпечаток пальца и в виде всяких километрических фигур и в виде всяких сердечек это получается номер 127 индивидуальность так и вот такое лето-лето цветочки луговые так полет фантазии здесь и бабочки и цветочки и можно отдельно можно и фоном целом сделать можно в виде френча делать можно разделительной полосой тоже прикольно будет смотреться но я думаю что мы еще неоднократно будем возвращаться к этому набору гирлаков и к этим декорациям которые вышли вот конкретно как бы вместе с ними да вот с этими декорациями так что еще интересного вышла за последнее время это пластины для стемпинга пластины для стемпинга сейчас я уже просто пробовала так сейчас 17 15 16 17 так 15 магия природы вот так вот много 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 и знаете я пробовала прикольные варианты если кто-то использует своей работе часто стемпинг здесь есть цветочки которые можно раскрашивать на подушке то есть вот я до этого как-то делала варианты дизайна пыталась раскрашивать но было очень много мелких цветочков которые тяжело раскрасить как бы ну вот именно на подушке и потом отпечатать именно цветной стемпинг сделать то здесь как раз таки вот попробовала прикольный вот здесь вот есть цветочки лилию можно раскрасить в любой цвет я пробовала вчера в белый красить вот вот эти по типу кувшина каких-то какой-то вишневый цвет очень прикольно смотрится то есть можно прямо набирать на подушку раскрашивать и отпечатывать ну естественно лаком для стемпинга так ну и красивые цветочные темы красивые листочки это получается у нас пластина еще раз повторюсь магия природы так еще одна пластина вот это это у нас получается вдохновение 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 пластина номер 16 здесь и есть вот мне очень нравится когда вот такие всякие газетные шрифты и love и так далее и полосочки и клеточки такая больше абстракции да то есть как бы для любителей абстракции красивые штучки я так думаю что мы тоже неоднократно будем применять их наших прямых эфиров и еще одна пластина номер 17 океаника океаника вот даже из не переворачиваю все понятно там скорее всего якоречки рыбки там и так далее да так она и есть на самом деле но тут еще в тесались и листики кстати манстеровские листики да очень многое часто делают на ногтях а так вообще вот якоречки звездочки ракушечки сеточка и так далее пальмовые веточки прикольная тема конечно летом тоже хорошо зайдет я думаю что мы неоднократно будем к нему возвращаться и так три пластины для стемпинга значит один nail crust 4 nail dress of затем когда вот на говорю вот эти все слова текстом текласс ультрашайн nail dress nail crust и так далее кажется что я как инопланетянин какой-то с другой планеты на самом деле все эти названия ну вроде понимаешь о чем говоришь иногда смешно становится так ну начнем и конечно же с нами вот еще поздоровались здравствуйте девчата значит начнем с того что кисточка для градиента я думаю что она у многих есть и кто след за нашими прямыми эфирами знают и помнят что у нас у эми одна кисточка для градиента номер четверка никаких других кисточками мы не пользуемся вот она номер 4 считая что самая лучшая кисточка в мире волокно естественно синтетические синтетика кисточка да и именно вот синтетическими вот этими штучками дрючками очень удобно делать градиент их кисточка хорошо держит свою форму поэтому никаких проблем натуральными кисточками как правило не делать то что они очень много впитывают себя материала поэтому говорим про искусственные кисти так убираю в сторону палитру и давайте начнем начнем делать градиент так ну давайте что-нибудь такое эдакое давайте возьмем желтенький желтенький можно добавить сюда какой-нибудь такой зелененький или голубенький и закончить зелененьким давайте вот так например желтый голубой зеленый если вы не против сейчас мы как раз это дело и сделаем хотела сделать чуть-чуть покрупнее чтобы было видно вот так вот замечательно на просушенную базу да на просушенную базу мы с вами наносим цвета и если мы хотим задействовать с вами три цвета то конечно же постараемся сделать это таким образом чтобы два цвета занимали верхнюю часть ногтевой пластины верхнюю часть скажем на две части делим и верхнюю часть занимает два цвета а нижнюю часть нога . если пополам разделить занимает третий цвет сейчас я подстроюсь аккуратненько натягиваем цвет слой не должен быть толстым он должен быть тоненьким даже может даже где-то с продиранием потому что мы с вами будем делать два слоя как всегда да все обычно покрытие делаются в два слоя и сейчас не исключение так голубенький и уйдем зелененький так уйдем зелененький и теперь девчат самое простое это смешать границы по границам цвета я уже делала неоднократно градиенты поэтому я думаю что здесь смешаем границу между верхним цветом и вторым цветом скажем так и смешаем границу между вторым цветом и нижним цветом то есть мы всегда можем с вами потом вторым слоем исправить все что нам не понравится ну то есть изменить количество того или иного цвета поэтому пока сделали так и теперь девчата аккуратненько чистой кисточкой из-под кутикулы туда обратно чуть ниже и аккуратненько натягиваем как бы верхний цвет на нижний вот и посмотрите как очень легко один цвет переходит в другой даже не надо особо тут но прилагать особых каких-то усилий так что я хочу сказать сразу ну так голубой немножечко исчез свет да поэтому во втором слое когда я буду наносить цвета еще раз повторно мне нужно будет сделать так чтобы все-таки голубенького было побольше желтого в принципе достаточно остается количество видно вот надо чтобы голубенький был поярче то есть сделать его чуть побольше так ну а зеленый зеленый в принципе несмотря на то что он внизу все равно остается хорошо видным и проходим от начала до конца и не прерываемся все прошлись нету резкой границы и теперь просушиваем так и давайте сразу пока сохнет делаем еще один вариант и например сделаем розовый с голубым если вы не против например сверху у нас будет голубой а снизу розовый опять же да в любых в любых можно сочетать вообще соотношениях и сюда можно тоже три цвета добавить хотя на самом деле они так получится три цвета потому что розовый с голубым смешается и сиреневый цвет получится без всяких проблем значит получается сверху у нас будет голубой примерно одна третья часть до ногтевой пластины нижней частью будет занимать розовый две третьих части ногтевой пластины так смешиваем 20 между собой по серединочке примерно от середины верхнего цвета все движения кисточки сверху вниз сверху вниз все смешали у вас получился по серединочке смешанный цвет видно тут видно что прям сиреневый это такой оттенок получился хотя бы большому счету можно было его в чистом виде добавить так и теперь аккуратно поехали от кутикулы чистой кисточкой туда обратно чуть ниже и туда обратно по этой же полосе вот она граница вот она смешанная территория смешанная медленно переходит в нижний цвет и самое важное место это как раз таки вот эта граница все и проходим чуть дальше пройдемся еще разочек хотя в принципе уже как бы плавно тем более что это первый слой я обычно знаете когда делаю если градиент и девчонкам классе объясняю что вы сами себе спокойненько скажите что никакой паники это только первый слой ваша задача добиться плавного перехода из одного цвета в другой чтобы не было резкой границы а уже качество покрытия будет зависеть конечно от того когда вы второй слой нанесете как бы уже цвет будет конечно смотреться намного плотнее дублируем еще раз здесь и помним про голубой да нужно немножечко его побольше добавить так сочетаем цвета гель-лаков до из новой коллекции перелетная птичка желтенький голубенький голубой очень красивый а ты кисточку достаешь такой плотный красивый голубенький цвет вот видите его так сейчас чуть чуть побольше нанесу заканчиваться у нас конечно же все это будет зелененьким и даже близко не подхожу чтобы кисточку да не пачкать даже какое-то расстояние осталось между одним цветом и другим так и аккуратно подмешиваем желтый с голубым самом деле здесь могут быть персиковый какой-нибудь оттенок да так и голубой подмешаем зеленый и теперь аккуратно девчат сверху вниз по желтому чистому цвету до аккуратно натягиваем потихонечку верхний цвет на средний цвет да но в данном случае на голубой так ну а голубой в свою очередь натягиваем на зеленый и не прерываемся я обычно прикалываюсь и говорю девчонкам можно в этот момент помолиться в плане спасибо богу ногтей гиппанихию за то что все получится и если вы никогда не делали градиент возьмите гель-лаки из новой коллекции попробуйте вам понравится они как прям по маслу один в другой цвет входит даже как будто знаете растворяются один в другом я начала прямой эфир и тяжело подключалась значит к интернету девчат и конечно же забыла сказать вам что как всегда с вами ростов-на-дону да на связи вот и школа екатерина мирошниченко ну я инструктор из этой школы наталья как люгина рада всем кто смотрит наши эфиры потому что не устаю повторять о том что мне так нравится когда выходят новые материалы школа сразу приз пред предлагает миллион разных вариантов вот выходят дайджесты с готовыми дизайнами очень много вариантов там есть очень интересная вот эта модная тенденция когда по штрих-коду там в дайджесте который вышел новый я к сожалению не взяла сейчас его чтобы показать вам как раз таки много новых вариантов дизайнов значит с новыми гель-лаками с новыми декорациями вот есть как всегда qr-коды по которым можно пройти посмотреть мастер-классы даже если вы не супер-пупер мастер если вы только начинающий мастер благодаря вот таким всяким вот подсказочкам прямым эфиром дайджестом и так далее то есть вы будете знать как сделать тот или иной дизайн вот и много интересного для себя подчеркнуть так ну а пока я сделала градиент вот таким вот образом и просушила на самом деле я хотела сделать не на весь ноготь сейчас уже когда протянула на весь ноготь можно было бы сделать вариант например видите вот например сочетание с белым но мы можем просто потом белый например цвет добавить просто сбоку видите вот часть ноготочка не покрыта можно градиент на весь ноготь а можно не на весь так теперь просушили это дело и хочется же максимальное количество этому сейчас вот эти все цвета сюда задействовали и желтый голубой зеленый розовый вот еще есть цвет который 471 он с таким большим количеством блесточек что за кистью нам написали я сразу да на секунду кисточка для градиента она у нас одна единственная называется кисть амбре номер 4 к в 4 кисточка амбре номер 4 очень классная кисточка классно на видите форму хорошо держит за счет этого прекрасно натягивает один цвет на другой так это наши градиенты до два цвета три цвета и давайте мы сюда добавим немножко блесточек если вы не против так сейчас это как раз таки гель-лак номер 471 если вы например будете покрывать этим цветом что уже кто-то столкнулся за счет как большого количества шиммера внутри очень тяжело равномерно распределить гель-лак по поверхности поэтому можно например нанести тонким слоем а потом смоделировать ноготь топом то есть как бы взять и выровнять поверхность если вдруг вы будете наносить и будут испытывать какие-то сложности так я вот так вот возьму и чуть-чуть вот так вот аккуратненько а я сейчас не с этой стороны его с этой стороны нанесу сейчас секунду вот с этой стороны от этой стороны потом просто белый добавлю так и той же кисточкой для градиента можно взять и аккуратненько аккуратненько растянуть по ноготочку быть такое легкое мерцание тут есть и мелкие блёсточки крупные так красиво смотрится пусть будет вот так так просушу я на один бачок натянула блёсточки не знаю передает камера не передает но в принципе будет очень красиво вот смотрите вот здесь вас варианте покажу пока поставлю сушить передает не передает вот птичка а на заднем плане вот там вот эти как раз мерцание так красиво смотрится или вот тут с птичкой тоже очень красиво смотрится вот эти вот мелкие блёсточки так просушили так и давайте здесь вот так аккуратно совсем на краешек да совсем чуть-чуть и теперь движениями как будто мы делаем градиент аккуратно растягивая блёсточки вот эти вот большое количество прозрачном лаке заложено и просушиваем можно было бы этого не делать мне хочется просто задействовать побольше количества гель-лаков из коллекции просто 8 оттенков хочется по максимуму все использовать так ну что значит мы сейчас с вами определимся с картинкой которую будем прикреплять я просто уже вырезала птичек давайте например какого-нибудь красивого журавля до сделаем это у нас 124 nail dress восток журавлики китайским так не давайте вот этот вариант значит если бы ноготочки были бы короткие например у сейчас бы у моей клиентки вот то вот эта картинка как раз бы но стало как на весь ноготочка у меня типсик такой удлиненный поэтому можно вот эту белую полосу изначально подготовить под эту картинку и будет она как целостная смотреться на весь ноготь так я пока на секундочку вот вырезала до приготовила и например птичка будет у меня вот с этой стороны видите немножко не хватает на весь ноготочек можно немножечко взять белого гель-лака белый белый лак лотос 001 капельку любой удобная для вас кисточка это может быть идеальный мазок номер 0 это может быть троечка мазок тройка абсолютно неважно какая кисточка удобная для вас и примерно вот по этой ширине полоски которые вы видите вот здесь вот видите я чуть-чуть удлинюю чтобы чисто зрительно возьму белый гель-лак и вот тут аккуратненько белым цветом примерно такой же ширины так и вдруг внизу не хватит это потому что ноготь просто очень у меня такой длинненький поэтому я сейчас чуть-чуть себе сейчас я подсушу и на что мы будем прикреплять слайдер слайдер предварительно конечно же нам нужно положить на мокрую салфетку очень простой вариант дизайна на самом деле если не болтать и и не заполнять эфир разговорами то такой дизайн можно сделать за пять минут вместе с градиентом потому что градиент делается минутки две-три потом слайдер водичку да и на слайдер топ прикрепляем так все подсушила и и теперь девчат возьму слайдер топ если слайдер топа вдруг у вас не оказалось под руками можно конечно же воспользоваться базы это без всяких проблем так и вы берете слайдер топ и тонким слоем наносите можно нанести только туда куда вы собираетесь прикрепить слайдер но я считаю что толщина ногтевой пластины как бы должна быть по всей поверхности одинаково поэтому имеет смысл нанести очень тонким слоем очень тонким слоем на всю поверхность подсушить буквально там 10-15 секундочек вот и приклеить слайдер 10-15 секунд сушим до снимаю с бумажного носителя и прикрепляем сейчас вы поймете да для чего я вот этот белый цвет туда немножечко верхней части в нижней части видите вот так это что она закончилась как бы не очень да хорошо всегда это можно место немножечко доделать чтобы было красиво так слайдер топа прислали до простите слайдер то просушили 10-15 секунд прикрепили слайдер непосредственно так подсушили уже теперь слайдер никуда не денется если недостаточно хорошо вы допустим белым цветом там подготовили эту полосочку можно чуть-чуть до как бы замаскировать чтобы не бросалась в глаза граница тем же белым гель лаком по границе я чуть-чуть ляп 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 просушиваем просушиваем и будем доделывать значит обязательно любой слайдер обрабатывается ультрабондом до сверху потому что слайдеры не имеет липкого слоя это просто пленка поэтому нужно обязательно на пленочку сверху нанести ультрабонд таким образом просушить просто высыхает на воздухе и сейчас можно например перекрыть топом teclas либо любым другим топом которым вы работаете то есть это не принципиально важно мы возьмем с вами и топом без остаточной липкости перекроем тонким очень тонким слоем просушиваем так и будем немножечко доделывать до того кто-то хочет который не хватает значит ну мне нужно будет взять тоненькую кисточку промыть ее в капельки базы так где наша база база на капелька базы а кисточку взял опять дрыгнул линеарную с помощью черной пасты но сейчас дорисуем вот тут веточки буквально совсем чуть-чуть видно вот здесь вот аккуратно здравствуйте здравствуйте кипит работа мы не против так сейчас секундочку я вот так постараюсь делать чуть чуть побольше что было лучше вот смотрите видите как бы немножечко не хватает вот хочется вот доделать веточку дорисовать вот ножки тут можно дорисовать и журавля да тоже ножки да похоже что это ножки наверно так преувеличение очень красиво видно вот это мерцание внутри прикольно смотрится так сейчас секунду буквально мне нужно будет капелька черная паста обыкновенная черная паста гелевая красочка до без остаточной липкости так немножечко взяла это так чисто символически вот так вот на ноготочек сейчас себе нанесу на перчатку и вот тут совсем чуть-чуть доделал девчат понятно что этого можно было бы и не делать просто но уж хочется так немножечко до ума довести так что тут у нас аккуратненько давайте допустим попробуем вот так вот вниз пару полосчик провести вроде как превратить в единое целое тогда делаем так просушиваем видно так еще хочу обратить ваше внимание на то что в этих слайдерах есть такие вот вставочки именно золотые видите в сфольгированные такие штучки эти с фольгой получается может быть камера не передает вот этого красивого блеска но мы с вами тоже можем добавить вот здесь вот видите как бы фольга есть а вот у нас как бы немножечко не хватает здесь поэтому вспомнив о том что есть например у нас новый гель клей для фольги я буквально чуть-чуть его добавлю потом немножечко фольги отпечатаю я в прямом эфире как-то читаю вот досуда буквы надо там допустим посыл по посыл мультипли прочитала у катего эфире было мультипл вот поэтому как хотите обзовите просто гель-клей для того чтобы отпечатать фольгу и степпинга тоже хорошо будет я думаю что мы про этот гель еще неоднократно будем говорить значит если вдруг будете работать ни в коем случае не убирайте фольгу до конца в шаге ли очень быстро полимеризуется у него шикарная дисперсия вот поэтому вот чуть-чуть буквально приоткрыли взяли капельку мне нужно там совсем микро капельку сейчас вот совсем чуть-чуть взяла капельку геля гель-клей мультипл девчонки технологи называют мультик мне нравится мультипли екатерина говорит мультипл так что как хотите обзовите смысл будет все равно один и тот же мне понравилось что на этот гель девчат фольга отпечатывается буквально через не знаю можно я начинала сушить минуту отпечатался потом 30 секунд тоже отпечатался то отпечаталась фольга потом 10 секунд и даже через пять секунд она отпечатывается сейчас мы с вами вот просушим в лампе которая у нас очень старая так я напомню что я перекрывала до чтобы фольга отпечаталась только там куда мне надо такой тут как-то пустовато мы сейчас еще и сюда что-нибудь отпечатаем буквально две капельки так а здесь вроде как листочки давайте ради интереса я ставлю в лампу слышите дописк 1 2 3 4 5 пусть 6 до все достали взяли фольгу золотую и вот здесь вот и все отпечаталась видите такие маленькие такие сделала как листочки что ли не листочки так вот видите вверху нету фольгу и фольги и я ее сюда пристроить то есть буквально через пять секунд после того как мы с вами поставили сушить шикарное дело конечно интересное так ну и конечно дизайн получился такой знаете в лучших традициях екатерина николаевна это когда участвует здесь все здесь по большому счету и кори и градиент мы сделали из трех цветов плюс добавили гель-лак с большим количеством шиммера плюс добавили слайдер плюс добавили работу немножко с гелем мульти было отпечатали фольгу то есть понятно что на всех пальцах этого делать не стоит а вот на одном пальчике сделать можно прикольно и ведь картинки же могут быть разные правильно а правило одни и те же так ну что после этого закрываем топом ну давайте возьмем ультрашайн закроем ультрашайном ультраблеск хотя на самом деле это может быть совершенно любой а топ которым вы работаете так это у нас получилась вот такая вот птичка до китайский журавль журавли летят в китай ты как в одноименный даже песенки поются товарищ стас михайлов так так значит тут участок подняла глаза значит спрашивают сколько сушить гель для отпечатка фольги 6 секунд это я сейчас 6 секунд просушил девчат даже через пять секунд отпечатывается короче когда я первый раз начала пробовать с ним что-то делать как бы готовится к прямому эфиру я попытаю даже спросила у технологов девчонки сколько времени сушить они говорят сушили минуту отпечатывается сушили 30 секунд отпечатывается потом категорят прямом эфире где-то произнесла что даже вот 5-10 секунд сушить вот она у меня лампа в классе очень старый девчат очень сильно изношенная очень сильно много-много лет работает поэтому как бы я думаю что если в моей лампе в старые 5 секунд и все отпечатывалось я думаю что все равно надо же посушить до хотя бы 5 секунд но просушить так что можете сушить смело 10 секунд и все будет отпечатываться прекрасно пусть пока сохнет а мы с вами возвращаемся ко второй нашей типсе здесь у нас тоже градиент тоже гирлаки из новой коллекции перелетная птичка и давайте мы сейчас отпечатаем сюда на задний план какую-нибудь цветочную тему если вы не против и как раз таки возьмем одну из пластин которые вышли вот буквально на днях значит и возьмем какую-нибудь какую-нибудь картинку цветочную я отвлеклась читаю для стемпинга клей тоже подойдет да да именно позиционируется что это даже для стемпинга то есть вы наносите этот гель он уже не плывет не течет вы точно также наносите клей этот гель клей мультипл на поверхность пластины убираете излишки набираете на подушечку и отпечатываете сушите и отпечатываете фольгу то есть получается все то же самое очень красивое литье получается самое главное знаете вот даже вот мелкие даже мелкие рисунки хорошо будут отпечатываться так но мы с вами давайте быстренько это чтобы убирать излишки так возьмем например белый цвет белый лак для стемпинга это у нас получается 01 так давайте возьмем какую-нибудь цветочную тему давайте а вот этот возьмем так аккуратненько наносим убираем все лишнее под углом 45 градусов легкий накат ничего давить не надо абсолютно легко легко раз все набрали не давим от слова совсем так отпечатываем на градиент видно беленьким но только мне очень хотелось с одной стороны все таки белый гель лачок нанести скомбинировать знаете чтобы не весь ноготь был цветным а вот все таки вот так вот вывести вот так с этой стороны то есть можно было даже градиент не делать на весь ноготь а сделать только ну грубо говоря там на две третьих части а половиночку просто перекрыть белым то есть как бы изначально ну ладно пусть у нас будет так так тоже как бы не проблема все это дело выровняется но и тем не менее так просушиваем просушиваем так это мы сейчас журавлика добавляем вот сюда к нашим картинкам может быть потом кто-то скриншот сделает сфотографирую до набор вот птичек это тут практически все птички из вот этого слайдера ведь по вырезала все всех птичек уже практически остались цветочки но так мне нравится просто знаете бабочки цветочки так заезжено а журавлики очень даже красиво смотрятся прикольно нужно ли его перекрывать для степпинга клей тоже подойдет так варес при добрый день нужно ли его перекрывать топом да конечно нужно а как же вы же отвечать вы про фольгу вы про гель-клей значит конечно нужно вы же фольга же сотрется так давайте вот сюда топ без липкого слоя хочу приклеить сюда какую-нибудь полосочку значит ну кто без лишь без липкого слоя в нашем случае это например teclas правильно же вот может быть вы каким-то другим работаете давайте возьмем какой-нибудь полосочки мои самые любимые это черные линии золотые линии классно смотрится здорово вообще замечательно дополняет делит любые покрытия до на две части сейчас мы возьмем полосочку ведь вот так вот тоненько так на просушенный топ без липкого слоя разделим на две части ноготок чуть ровнее значит на дисперсионной пленку не надо приклеивать шармяков и на девчат потому что они потом поднимаются под топом топом начинаешь закрывать и они поднимаются и поверхность ногтевой пластина получается неровной поэтому лучше всего приклеивать на топ без липкого слоя в нашем случае это teclas так все если со стороны свободного краешка выглядывать здесь нужно обязательно взять бафик и бафиком убрать лишний до шарми кончик вот здесь вот все так и теперь давайте мы быстренько определимся что приклеим я опять же вернусь сюда к этой же к этому же слайдеру ему какие-нибудь цветочки с вами возьмем если вы не против так давайте так я с этими с иероглифами все вырезала так красиво смотрится с иероглифами но можем откуда-нибудь отрезать ладно сейчас подумаем вот сюда проберусь сейчас вот сюда вот по границе между одним цветом и другим так это у нас будет вот такие цветочки так давайте сейчас как сюда вот так на мокрую салфетку так и слайдер топ да конечно же нам будет нужно чтобы прикрепить слайдер топ толщины вы лишнее не было бы если белый цвет намесла бы да на базу рядом сделала градиент немножечко поторопилась засуетилась так и давайте мы сюда что-нибудь еще придумаем но мы можем также с помощью геля мы сейчас это посрединке прикрепим и посмотрим что можно будет дорисовать и либо приклеить либо дорисовать так вот сюда вот по границе здесь у нас темпинг градиент стемпинг шермикон и слайдеры я понимаю что много всего но на самом деле можно составить целую мозаику да то есть получается такой знаете этот скажите что получается как конструктор дизайн конструктор мне очень нравится так и такие слова дизайн конструктор это когда скажите оксана панкова из города нальчик прекрасный мастер однажды сказала такую фразу мне очень понравилось и я вот так вот и несу ее с собой очень мне нравится дизайн конструктор так я вот хочу немножко иероглифов сюда вот добавить я просто отрезала от соседней видите вот иероглифе немножечко капельку так сейчас мы сюда пристроим сверху а снизу можем опять же под фольгу что-нибудь добавить пытаясь торопиться потому что времечко убежала сначала момента подключения так вот такие меленькие обязательно нужно подсушить обязательно да слайдер прикрепили подсушили процесс полимеризации продолжается так обязательно ультрабонт без него никуда чтоб сцепление было хорошее перекрываем топом без остаточной липкости и немножечко сейчас мы здесь доделаем капельку капельку возьму гель значит добрый день нужно ли его перекрывать топом да нужно так сколько сушить топ слайдер перед перед наклеиваем слайдера правильно я вас поняла с галин 10-15 секунд сушу приклеиваю слайдер и потом досушиваю 10-15 секунд которые не достают потому что процесс полимеризации продолжится и слайдер будет сидеть уже неподвижно так возьму немножечко гель-клей-клей-гель-гель-клей как хотите обзовите буквально капельку так не забывайте закрывать сразу же фольгу крышечку сразу закрыть так и вот здесь вот у меня будет продолжение сейчас вот тут вот пару стебелёчков это все будет фольгировано да у нас все так ну что ставим в лампу включила 1 2 3 4 5 это я даю эту шестую секунду только лишь для того чтобы ну было понятно что что я так уж прям совсем откровенно 5 видно все идеально отпечатывается нет прикольно конечно тема очень забавная очень интересная знаете я когда готовилась прямому эфиру я это пробовала смешать немножко черный тюльпан и немножко этот клей гель если например черным тюльпаном я рисовала рисунки так девчата я закрываю топом закрываю топом значит черным тюльпаном гелевая краска черный тюльпан всем известная значит можно нарисовать рисунок и отпечатать фольгу значит когда я рисую рисунок черной гелевой краской я сушу одну минуту и отпечатываю вчера столкнулась с тем что вот мультипл этот гель он прозрачный да его плохо видно и рисовать немножечко неудобно я вчера взяла немножечко подмешалась черным тюльпаном короче и первые листочки которые вчера пыталась нарисовать вот здесь вот видите вот здесь вот доделывала да я нарисовала их именно гелем мультипл смешанным черной гелевой краской тогда видно хорошо и и короче время просушки принципе осталось все тоже по-прежнему так на самом деле там можно было не делать просто я пыталась дотянуть рисунок до до размера типсинки так ну что вот наши вариантики я надеюсь в принципе вы если кому-то это интересно вы конечно же сфотографируете ну смысле делаете скриншот так сейчас я вот сюда еще один типсик положу и купив такие декорации на самом деле это недорого не надо там скупать все подряд в магазине можно аккуратненько разные варианты видите вот так вот мы сейчас вам оставим я думаю что по-разному расположить в разной цветовой гамме я думаю что можно удовлетворить любого клиента кто любит вот такие всякие пастельные цветные оттеночки для для покрытия ведь это же не нужно делать на каждом пальце сделали градиент розовый с голубым а и все пальчики перекрыли голубеньким или сделали желтый с зелененьким все остальные пальчики желтенькие на одном пальчике градиент так ну это здесь демонстрация конечно же декорации до которые вышли буквально недавно и так на честно помню всем вот я сделала взяла вот такую декорацию это у нас восток номер 124 видите такие журавлей китайские иероглифы кувшиночки не получается вот такие вот варианты так вот все значит девчат большое вам спасибо за ваше внимание сейчас я вот еще раз подняла глаза а то я слайдер топ сушу 30 60 секунд галочка еще раз чтобы приклеить слайдер на слайдер топ сушим 10-15 секунд приклеиваем и досушим 10-15 секунд то есть общее время просушки должно примерно быть 30 секунд все и уже потом никуда слайдер не денется поэтому все можно гораздо быстрее ну что всем удачи девчат всем всех всем всех всем всех с началом весны 1 марта календарная весна и даже если за окном лежит снег и да идет дождь не знаю мне кажется когда уже тоже в календаре смотришь март мне кажется боже как классно весна только начинается обожаю весну потому что впереди еще лето это так здорово тепло птички поют бабочки летают всем удачи всем здоровья я надеюсь что мы следующий раз увидимся и будем еще и еще делать много дизайнов которые не составят особых труда вам их исполнить всем девчат удачи всем побольше денежных клиентов и до встречи